Вы для себя вообще не рассматривали историю, что вы не победите? Нет, мы были уверены в своей победе, и заранее были уверены, и шли, и мы, конечно, наблюдали за конкурентами. Еще раз уточним, что победитель голосования за благоустройство общественных территорий в Барнауле пока не назван. И победа «Зеленая зона» за ТЦ Европа – лишь предварительный результат. Но, пожалуй, пару лет назад никто и не подозревал, что местный пустырь на 146 тысяч квадратов окажется в лидерах и сможет в перспективе стать парком. Все изменилось, когда появились заинтересованные и создали инициативную группу. А дальше субботники, письма в разные структуры и, наконец, участие в программе по созданию комфортной городской среды. Никаких накруток, ничего не было с нашей стороны. Это все голоса живые, живые люди. И на самом деле мы даже удивлены, что их не так много. Мы ожидали планку намного выше. Сложно сказать, почему, учитывая то, что население города почти 700 тысяч человек, а проголосовало всего 52 или 53 тысячи человек за все объекты в городе. К слову, ближайший конкурент территория по улице Аванесова отстал на 2200 голосов. Последние пару недель пришлось поднажать, рассказывают ребята, чтобы оторваться. Теперь победа почти в кармане и новые цели и задачи. То, каким хотелось бы видеть этот пустырь, уже нарисовали. По просьбе инициативной группы это сделал архитектор Андрей Таджанов и студенты Института культуры. Они частично и продумали концепцию. Мы хотим, чтобы все-таки у парка была идея, чтобы это был не просто прогулочный парк с дорожками, а чтобы у него была какая-то глобальная идея. Я думаю, что это однозначно будет многоэтапная работа. Тут за год любой, кто делал в квартире ремонт, понимает, что за год такую территорию не сделать. Разобьем на этапы. В первую очередь это будет, конечно, работа с рельефом. Нужно ополаживать склоны, нужно прокладывать дорожки и делать освещение. Это самое первое, что необходимо здесь сделать. Разработанную совместно с архитектором концепцию сначала планируют презентовать. Дальше ее ждет процесс социального проектирования. Встречи, круглые столы. Как раз там и будут искать итоговый вариант благоустройства парка, который уже получил название 300-летия Барнаула. Средства нужны большие. По неофициальным данным около миллиарда рублей. По федеральной программе столько не выделяют. Поэтому дальше задача инициативной группы, в том числе поиск средств на желаемое благоустройство. А пока нужно дождаться окончательных результатов голосования. Их должны озвучить в середине мая. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.